Привет! Сегодняшний видос будет несколько необычным. Будем тестировать штуковины и прочие темплейты баловаться дизайнами и посмотрим, что из этого всего выйдет. А если конкретнее, посмотрим, получится ли у меня что-нибудь дельное, как у человека, который ничегошеньки не понимает в веб-дизайне. Помогать мне в этом будет голос за кадром Виталий Голованов. И мои подписчики Неновости Плюс через стрим. Что мы будем делать? Помните Неновостной Котелок? Нет? Год назад мы сделали новостное или даже неновостное сообщество по адресу котелок.неновости.ру. Требования к нему были достаточно специфическими и технически получилось никакое, да еще и на субдомене. Так вот, я уже давно хотела перенести всю эту затею на основной сайт Неновости.ру, а тут вдруг пришли ребята из Викс и предложили полотеть по их конструктору. Викс это платформа для создания сайтов для чайников, то есть для людей вроде меня, не владеющих навыками программирования и веб-дизайна. Хотя Виталий тут подсказывает, что для программистов этот сервис тоже хорош, меньше рутины своими руками. Нам сказали, что он достаточно гибкий и, возможно, у нас даже получится сделать там то, что мы хотели, не раскошеливаясь на программистов и прочую ерунду. Короче, давайте посмотрим, получится ли у меня сделать котелок на Викс. Поэкспериментируем? Создать сайт. Напиши Неновость. Хорошо. О, господи, здесь надо придумать пароль. Взбери что угодно, только не говори вслух. Идеально. Это точно ваш e-mail? Я к такому же меня не готовила. Так. Надо нажать зарегистрироваться, создать аккаунт наверху. Так, создать аккаунт. Покажите e-mail. Ты сможешь, повторись. Я не знаю. Давай. Создан. Я угадал звук. Итак, какой сайт нам нужен? Бизнес, дизайн, блог, интернет-магазин, рестораны, здоровье и красота, фото, отели, портфолио и резюме, музыка, события, другое. Блог? Давай, Артих, давай, блог, наверное. Нам явно не отели. Кстати, погоди, события, возможно, нам тоже. Если мы хотим сделать что-то... События, по-моему, это будет именно для ивентов. То есть, если ты организовываешь какое-нибудь мероприятие, там, не знаю, слет всех собаководов мира. Я думаю, нам подошел бы блог. Но поскольку он тоже под нас не очень попадает, давай стукнем в другое. Давай. Давай посмотрим, что нам поможет предложить другое. Другое показало нам все шаблоны. Мы посмотрели кучу разных всевозможных шаблонов, многие из которых были симпатичными, но не совсем подходили нам или просто не нравились. Я думаю, мы выбираем либо соль, перец. Давай посмотрим шаблон. Потому что почему бы, собственно, и нет. Я хочу его посмотреть. Мне нравится. Кстати, очень похож на старый дизайн. Почему нет? Мне нравится кусок с вот этой вот шляпой. Здесь можно реально какую-нибудь сочную картинку поставить. Не обязательно ту, которая у нас стоит сейчас с кнопочком. Хотя она хорошая. Она, наверное, вернутся. О, смотри, какое шоколадное. Шоколатье. Она хорошо выглядит, но она хорошо выглядит, потому что она про шоколад. Господи, зря я залезла в еду. Здесь вкусные картинки. О, смотри, стопэ. Пап и бар хорошо выглядят, потому что мне нравится сочетание красного и черного. И английских дверей. Вот, но я думаю, это опять же нам не совсем подойдет. Давай посмотрим шаблон. Бухарин, в смысле, там бухаются. Креатининка. Как тебе? Не годится. Вообще никак. Конечно, строгенький. С одной стороны, с другой стороны, может, она слишком серьезный. Давай попробуем блоговая идея дать шанса. Он симпатично выглядел. В нем есть небольшой минус для нас. У него здесь все не скомпоновано. У него здесь все... А это можно менять. Да? Расскажи, как? Это можно менять. Ну, иди, редактируй шаблон. А, вот где. Ясненько, понятненько. Наконец-то мы нашли, что искали. Симпатичный дизайн, к которому мы прикрутили кучу разных функций. То есть те же блоки, форумы, заменили картинки, шрифт. И вот как происходило все это веселье. Во-первых, давай картинку поставим. Это явно не соль и перец. Для начала. Сюда? Напиши, напиши, не новости. Просто писать? Да. Может, поджернить его? Выглядит, как будто курение вредит вашему здоровью. Ну, не надо так говорить. Заменить фото. Вот сюда. И сейчас будет тратить сюда. Вот, да? Закрыть. Собственно, я так понимаю, фото выбрана. И... Я сижу очень одиноко. Меня можно увеличить? Уменьши по высоте. В смысле так? Давай заменим, во-первых, вот эту даму, потому что это не я. Закрыть. Прям красота? У нас нет... Можешь еще тогда написать, что не от Софии, а от Елены. Хорошо. Ну, ладно, нормально. Окей, я хотела уменьшить расстояние между строчками, потому что мне не нравится, когда слишком большое расстояние между строчками. Ну, конечно, это очень интервал тебе. И, например... Годится? Что мы можем здесь еще заменить? Мы будем делать новости про хлеб или... Погоди, давай, куда идти? Что мы делаем? Со своей жизнью? Скажи обо мне, попробуй ее настроить. Обо мне? Так, что у нас здесь делает? И почему там сменилась фотка, а тут нет? Заменить фото. Вот, теперь хорошо. Слушай, мне нравится. Можешь стать дегустатором? Великолепно. Я блогер, журналист и дегустатор. Окей, оставляем. Есть это вкусно. Событий последних дней. Давай для красоты расставим несколько запятых. Гуденап. Никто не будет смотреть. Знаешь, какой есть маленький нюанс? Да-да. По большому счету сайт уже, в принципе, готов. Ага. То есть, ты дальше только, тебе надо вычистить блог. И все, ты сайт сделала. Вот настолько здесь просто и легко делается сайт. То есть, мне просто нужно заменить все на свое и уже красотка? Все, сайт готов. Да, можно публиковать. Дальше просто набить пару блоговых статей, и все, и все симпатичненько, и сразу везде работают. Попробуй заколовок другого цвета сделать. Изменить дизайн. Другие стили боксов. У-у-у. Давай сделай. Ой. У-у-у-у-у. Мы прилетели. Эксплейн. Нет, оно типа зелененькое, но оно типа не совсем то, что подходит. О, коричневое, это то, что нужно. Особенно этот продолговатый со скругленными краями. Вот это, да-да-да, правый. Как бы такая сразу прокашка. Ну, не говори такие вещи. Такие вещи говорить незаконно. О, этот похож на сгущенку, я его хочу. Вы ступай, 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 ступай. С винтами хочешь? С винтами. Жалко нет ржавых. Я бы хотела ржавый. О, да. Это очень похоже на диплом. В этом есть определенная фишка, конечно. Ну, оно, кстати, симпатичное. Давай, а оно единственное с такой тенью? Unfortunate ли, да. Давай, выбери его, может, его можно цветом видеть. Настрой, дизайн. Цвета и прозрачность. Давай, иди выбирай цвета. Вот этот бабушкин. Это бежевый. Это бежевый. У бабушек все вещи такого цвета. Старых людей вещи такого цвета. Слушай, а если оставить белый, и у него будет такой фонецкий, или для этого нам нужен был, чтобы у нас был другой фон? Что будет сливаться? Нормально, на самом деле. Вот это тоже бабушкин? Нет, лососевый. Ты не лососевый. Ты лососи видел? В разрезе. Ладно. Он оранжевый. Не знаю, я не против. Давай помогай. О, синий, серый. Я не против белого, если что. Норм, кстати, тоже. Вот это красивый, да. Но белый тоже. Вот это красивый. Давай, давай уже на чем-то остановимся. Оказывается, здесь можно подрубать апки, и есть определенные подборки на разный вкус. Я сайт делаю своими коряпками впервые, поэтому для меня все в нове. Давай теперь ломать все. Давай. Тебе дать мышку. Нет. Иди в апмаркет. Нам нужны два виджета. Виксблог и Викс... Инстопорам? Нет, иди в социальный. Там форумы были, наверное, их надо было добавить. Виксфорум. А, вот. Добавить. Я думала, что, в принципе, когда ты делаешь сайт, что, в принципе, все... Я просто не делала до этого сайта. Я думала, что все ограничивается просто дизайном картинок, и дальше ты его запускаешь и просто заменяешь. Я как-то вообще не ожидала, что тут можно всякие штуки прикручивать. Все очень модульно, очень круто. На самом деле. И количество плагинов меня очень-очень радует. Пойдем, попытаемся сейчас понастраивать форму. Так, дополнение. Макет. Макет. О, вот где? Так вот эта шляпа может быть. Где-то отдельные пассивы. Это размер карточек. Это я это искала. Я вот поэтому и шевелила здесь. Классика жизни. Ну, вот это мило. Было бы круто, если бы можно было это сделать в главной странице фото. Какой-нибудь из разделов, а не... О, о, погоди. Это же ребята из чатика. Ну, да, они уже постят. Найс. Молодца. Давайте булаваться. Здесь можно фото поставить, да? Угу. Что мы туда поставим сейчас в качестве теста? Что бы? Не новости ставить туда глупо, да? Да. Еще одну рассоху ставить туда глупо, да? Значит, давай сделаем там просто цвет. Можно ли его поменять? Нажми на фото. Фото предлагает драгондо. Нажми добавить фото. У меня есть интересное подозрение. А, бесплатный от Wix? Да. А фото Big Stock что? Ну, любые. Сток. О, давай вот это. Хотя, погоди, давай посмотрим, что тут. Животные? Вон, ставь это с кофейком. Так, а надо куда-то наш форум тогда сдвинуть? А, ой. Control Z. Не надо наш форум двигать. Мы сейчас что сейчас? Меня волнует одна вещь. По функционалу меня это сейчас не устраивает. И тебя не должно тоже устраивать. Потому что здесь главная страница, она не отображает, собственно, никаких новостей. То есть, если мы сделаем это главной странице сайта, это абсолютно бесполезно. Давай пойдем посмотрим, что представляет собой блок. Который Wix-блог. Какая отвратная картинка здесь. Ты про вот это? Вот так и говоришь, замените меня. Редактировать посты. Давай супер лучше настройки. Вот здесь главная страница уже посимпатит. Да, дизайн? Настройка. Давай настройка иллюстрации. О, разрешается создавать посты в блоге всем участникам. Владельцу и авторам. То есть можно назначить каких-то авторов? Да, можно. Это удобно, но это не то, что мы хотим. Конкретно здесь мы хотим всем участникам. Мы хотим, чтобы нас всем могли создавать. Чтобы любой человек мог писать посты. Форум и блог по функционалу очень крутые. Но форум нам не подошел, потому что у него нет удобной нам. Главной страницы, где можно высвечивать самые популярные по разным параметрам посты из разных разделов. Либо мы просто этого не нашли. А вот в блоге нам не хватило всего одной настройки. Того, чтобы любые участники могли писать посты в любую категорию, кроме главной страницы. Если не для наших хитрозадумочных целей, порадует любого. Викс позволяет сделать у себя на сайте практически социальную сеть. У посетителей вашего блога или форума будут классные настраиваемые профили, история постов на форуме. И они даже могут подписываться друг на друга. Удали форум. Делета? Да. Переименую мемберс в участники. Я бы, честно говоря, их лучше в дружочках. Большими буквами. Думай о людях. Ну ладно, зови их дружочки. Бог с ним. Так, хорошо. И теперь иди все-таки в макеты. Включи тедер. Стандартно сделай. Попробуй отключить сейчас хедер у блога. Готово? Хедер у блога что? Нажми готово. Потом будешь ждать, да, настройки, дизайн. Дизайн. Верхний блог. Мы можем его просто убирать. Показывать, когда убери. Да. Ну, так лучше. Но тут теперь не написано привет дружочке. Ничего. Зато здесь у тебя будут дружочки. Тогда непонятно, почему дружочки. Сохрани... Так, иди отсюда. Иди отсюда. Куда? Погодите, просто закрывай. Иди снова в страницу. Удали главную. Погоди, мы больше не увидим хлеб? Мы больше не увидим хлеб. Ну, или вскрой ее. Скрыть. Скрыть. Скрыть хлеб. Нельзя удалять главную. Так, окей. Нельзя удалять. Иди сделай блог главной и назови его нормально. Основные? Настройки? Основные. Здесь сразу можно главную сделать и назвать ее. Эта страница главная. Давай его переименуем. Главная? Главная! Так, и подвинь ее наверх. Слева, в левом списке. В левом списке подвинь наверх главную. Вот так? Ого. Готово. Мне нравится, когда можно взять ее и просто перенести. Стави готово. 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 И закрывай ее. И закрывай. Надо сделать F5. Во, мы получили готовый сайт все-таки. Где? Ну как же мы без дружочков? У нас есть дружочки. Ну? Вот. Слушай, я думаю... Знаешь, в теории так можно было бы сделать не новости. Единственная проблема, конечно, с настройками. Но выглядит все красиво. Сходи теперь на это дело. Вот опубликуй это все. Чтобы народ это тоже видел. Вот. И сама тоже перейдем. Готово, да? Ну, в принципе, это достаточно легко. И прикольно, и категории хороши. Дизайн классный. Функционала чуть-чуть не хватает здесь. Чуть-чуть. На полшишечки. Эта штука вообще не в порядке. Мне очень нравится дизайн. То есть, ну, вот дизайн и красивый все-таки. А вот эти шрифты, их тоже можно все поменять, если что, да? Да. Все шрифты полностью здесь меняются. И, как мы видели, свои можно закрузиться. Это круто. Дружочки. Дружочки. Главное обо мне... Покажи, дружочек. Славные герои. Я думаю, надо... Четыре человека. Спасибо, ребят. Тут пять же нет. Или это не настоящий? Нет, ты не настоящий. А-а-а. Ты не настоящий мальчик, да? Потому что кроме тебя здесь еще четыре человека. Покажи нам главное еще. Вот. Я согласен с чатиком. Выглядит реально классно. Итого, наворотили мы здесь красоты. И в целом это довольно внятная система, где можно быстро себе скрафтить. Сайт, если вам нужно. Что радует? Куча функций для электронной коммерции. Сделать магазин за 15 минут вообще не проблема. Легко даже можно сделать так, чтобы ваш сайт принимал оплату карточками. Это круто. Особо нравится то, что я могу поменять в любой момент любую часть дизайна. И мне не надо дергать никаких программистов. Не надо париться с арендой сервера. Потому как если на сайте зависает много людей и он начинает тормозить, это плохо. А хостинг мощного сервера это сильно дороже самой дорогой подписки VIX. Интересный такой конструктор. Заходите, попробуйте сами. Рега бесплатная. А ссылочки в описании. А на этом, пожалуй, все. До нового выпуска. Ну а если вам этот видос был интересен или даже полезен, ставьте лайк и делитесь этим видосом. Продолжение следует...